Прайм-тэч 300, гуфиничный мульчер. Стоит миллион двести плюсов к тому ремонту, который мы заплатили. Заплатили, по-моему, 800 тысяч. Какие после такой ситуации могут быть проблемы? Сейчас, я думаю, что есть даже перенасыщение рынка, потому что Казанская трасса закончилась, и они все ищут работу. Людям, которые планируют бэусную покупать, надо быть готовым, потому что бы у них там лежало под матрасом довольно много денег. Время 6.45, доброе утро. Ребят, доброе утро, вы на канале Мульчер Эксперт. С вами Антон, Максим. Последняя съемка у нас была примерно год назад. Мы едем в гости к Максиму, у которого не одна единица спецтехники, а трактора у него разные. И мы сейчас поедем, делаем трафик и обзор, и познакомимся с предпринимателем, поздаем ему вопросы. Максим купил PrimeTach 300 гусеничный мульчер. И конкретно по этому трактору я не нашел отзывов владельцев. Есть только видео съемки работы, процессы, показывают новые трактора, бэушные. Но мало кто рассказывает о подводных камнях. И мы сейчас у настоящего жилого владельца выясним, что представляет из себя трактор в эксплуатации. Поехали. Ну да, я немножко предысторию расскажу. Это трактор 2014 года. Я его купил в 2020 году с пробегом, по-моему, 3500 моточасов. На нем установлен двигатель John Deere. На современном поколении уже устанавливается двигатель Caterpillar. По эксплуатации могу сказать, что несмотря на такие небольшие часы, которые машина прожила, уже пришлось, вот сейчас, наверное, 4,5 или 4200 часов, пришлось поменять полностью всю гусянку. Это цепь, звезды, натяжное, по-моему, мы меняли. Уже была поломка турбины. Турбина, причем, электронно прописывается с двигателем, она не такая уж и простая. В машину тяжело залезать, потому что, ну, то есть, все ремонтировать, потому что маленький отсек на новом поколении уже больше. Самое неприятное, что у нас происходило, это еще вот как раз недавно мы ремонтировали двигатель Капиталили в связи с поломкой, по-моему, двух поршней. Так, в целом, рынок, конечно, очень сильно поменялся, потому что, если год назад таких машин вот в нашем регионе было очень мало, то после того, как на Казанской трассе были большие объемы, выполнение таких работ, подобных по корням, вот как мы сейчас находимся, вот по пням, многие компании купили такую же технику. Сейчас, я думаю, что есть даже перенасыщение рынка, потому что Казанская трасса закончилась, и они все ищут работу. Многие компании демпингуют, ценники потихоньку снижаются, но я думаю, что очень многие недооценивают стоимость эксплуатации этой техники, потому что, как я уже сказал, вот 4000 часов, и такие вот серьезные ремонты потребовались. Я думаю, что рынок сейчас будет очень сильно меняться, то есть вот сейчас идет понижение цены, продавливают многих заказчики. Я думаю, что как следствие, это будет либо отжим этой техники, и потом они будут стоять под забором, либо цены потихоньку пойдут вверх, если собственники поймут, что это не экскаватор, который не ломается до 20 тысяч часов, а это такая машина, которая постоянно получает удары, и которая очень дорогостоящая в ремонте. И в связи с этим, вот нам, в нашей сервисной службе приходится мотаться постоянно в Нижний Новгород, Сургут, иногда в Якутск, для того, чтобы помогать собственникам чинить такие машины. Они действительно, ну, очень специфичные и сложные. А если ты в денежном эквиваленте, вообще, сколько денег тебе уже пришлось положить? Ну, в того момента, как ты приобрел, начал работать? Ну, если вот на все про все посчитать по кругу, я думаю, где-то в районе 4 миллиона. 4 миллиона? Где-то так, да. И это еще нужно учесть, что здесь не было серьезных поломок по гидравлике, а гидравлика является здесь очень такой дорогой, потому что здесь стоит Завар Данфас. На них большие сроки поставок, очень специфичные тут стоят моторы и насосы. В общем, я думаю, что если бы и по этой системе были бы проблемы, то можно еще там миллионы на 4 влететь, потому что там все очень дорогое. Максим, а вот эти 4 миллиона рублей, ну, плюс-минус, да, на запчасти потраченные на ремонт, это сколько моточасов у тебя? Ну, где-то на тысячу. На тысячу часов, да? Да. Ну, это надо учитывать, что машина уже, конечно, до меня получала, вот, и для того, чтобы ее содержать в очень хорошем состоянии, потому что мы очень хорошо следим за техникой, вот мы, конечно, денег не жалеем, но от этого не слаще становится, то есть содержать эту машину очень дорого. А сроки поставки запчастей? Ну, в целом, в целом, вот, допустим, у нас ломался редуктор, который находится между двигателем и гидронасосами, этот редуктор стоит в районе миллиона рублей, срок поставки у него не меньше месяца, то есть, я думаю, там и два месяца, и вот такие сроки реальные. Здесь мы, да, я про эту шкатулку еще не говорил, да, эта шкатулка у нас сломалась чуть ли не самая первая, и мы вот только из-за нее простояли, наверное, два месяца, потому что ее сначала пытались восстановить, потом мы поняли, что это не получилось, она у нас сломалась на обочине, это эвакуация с помощью кранов с обочины дороги, на трал, такая же выгрузка, ну, в общем, это очень такая серьезная поломка, которая обходится недешево, только для того, чтобы машину привезти, разгрузить, там больше 100 тысяч выходит. А я видел у тебя в рабочем аккаунте, в инстаграме фотографии есть в вашем гараже, где, значит, этот трактор стоит полностью разобранный, ну, разобранный прям по болтикам, по винтикам. Да, это вот было буквально там неделю или две назад, мы его, когда попали на капиталку двигателя, мы отдавали двигатель официалу, Джон Диру, там, кстати, у нас тоже было два варианта, либо менять шортблоком, либо производить, ну, точную замену вышедших из строя запчастей, мы выбрали второе, шортблок стоит миллион двести плюсом, то есть к тому ремонту, который мы заплатили, заплатили, по-моему, 800 тысяч. Ну, вот машину сейчас сделали, решили обкатать поближе к базе, для того, чтобы проверить все, там, может быть, какой-то патрубок не затяну, для того, чтобы там на дальнем объекте никаких проблем не происходило. Что хотел сказать? Какой вопрос был? Да я вот по ремонту, то, что он у тебя был полностью раскидан. И, в общем, мы, когда сняли двигатель, мы поняли, что у нас сейчас как раз самый удобный момент для того, чтобы произвести вообще полную ревизию. Просто вот в собранном состоянии невозможно подобраться к шлангам, которые идут на бортовые редуктора боковые, ну, на привод хода. И поэтому мы его сбросили весь, скинули кабину, все посмотрели, обнаружили на раме трещины. Кстати, это вот болезнь вообще всех прайм-теков, в том числе и современного поколения. То есть, получается, ты уже с трещины его купил? Да, да. Ну, они даже новые лопаются. Вот, ну, как бы это ни для кого не секрет, что если на старых машинах лопалась рама, если пальцем показывать, то где-то в районе надписи PrimeTec, на современных машинах с двигателем КАТ, ну, при агрессивной, конечно, эксплуатации, у них еще и трескается рама непосредственно под двигателем, и там очень большие трещины. Вот, ну, в принципе, все это лечится, ну, не так уж это и критично, но пользователи, вот, с которыми я лично общался, там, видел машину в Иркутске, они, конечно, в шоке от того, что на машине, у которой там тысячи моточасов пробега, которая, можно сказать, что абсолютно новая, идеальная, у нее трещины параметры. Вот, ты сказал, что двигатель вы делали у официального дилера, а остальные проблемы такие, гусянки, ролики, это вы все своими силами делаете? Ну, гусянка, ролики, вот я могу сказать, что оригинальная, она где-то будет в районе полутора миллиона стоить. В комплект получается? Да, да. И мы брали хорошую Корею где-то с ценой в районе 900 тысяч рублей. А ремонтировали своими силами, то есть не силами специалистов, официального дилера? Да, дело в том, что у меня сильные специалисты работают, и мы покупаем дорогой инструмент, который позволяет этот ремонт производить в кратчайшие сроки, с минимальными трудозатратами, и у нас это хорошо получается. То есть если бы мы раньше гусянку могли вот эту менять, откручивать, там же очень тяжелая, очень сильная затяжка на болтах, которые держат траки к цепи, то раньше это надо было делать с очень большим усилием, там чуть ли не полтора метровым ломом, а их можно только сорвать. То есть сейчас мы купили гайковерт, который срывает эти болты просто на раз. А саму фрезу делали капитальный ремонт? С фрезой тоже у нас были проблемы. У них первый собственник, я так понимаю, что тоже работал периодически на камнях, и в связи с этим была сильная вибрация, и мы долго не могли понять, в чем она заключается, потому что подшипники все целые, все там проверяли, все было в идеале, а вибрация была. И потом мы уже выяснили, что были погнуты шейки, то есть это такая как бы проставка между ротором и креплением к фрезе, и они тоже там что-то в районе 100 или там 120 тысяч обошлись нам. Ну, в целом, конечно, вот про качество фрез FIRE могу сказать, что это одни, наверное, из самых лучших фрез. Я думаю, что это беспроблемные такие хорошие машины. Опять-таки вопрос только в том, что сам трактор более часто выходит из строя, нежели сама фреза. Он полностью на гидравлике, вот ход получается, и сама фреза, да, гидравлическая? Да, у него даже никаких нет редукторов, кроме вот между двигателем и гидронасосами. Все у него, все привода гидравлические. Так, а по электронике были какие-нибудь проблемы? Нет, вот в этом тракторе очень простая электроника, похоже, вот если там блок управления открыт, то там как на девятке стоят релюхи. И в целом вот мы этим фактором очень довольны, потому что не нужно там заморачиваться с какими-то платами, с проводками, с электроникой, программами и так далее. То есть эта машина простая. Я думаю, ну как бы это одна из причин, по которым этих машин, наверное, они самые массовые в своем сегменте, вот где-то там 300-400 лошадиных сил. Это самая распространенная машина. У тебя были когда-нибудь рабочие ситуации, что трактор настолько сильно забуксовал или там, ну, можно сказать, завязыв в болоте. И какие после, значит, такой ситуации могут быть проблемы, поломки? Ну, ты знаешь, как вот в целом только загрязнение сильное происходит вот этой лодке, так называемое, это пространство, в котором расположены все механизмы. А в целом картина по их застреванию, она типичная, она одна. Он застреет всегда носом. И периодически вот я тоже там со своими ребятами общаюсь, что можно придумать для того, чтобы вот такую эвакуацию облегчить. Потому что мы думаем, может быть, гидрозамки отстегивать фрезу от машины, выезжать своим ходом, а затем, допустим, разворачиваться и заодно вытаскивать лебедку. Но это такое, знаете, у нас постоянно идет какой-то творческий процесс обсуждения, как из этих ситуаций выбираться. Но на практике, на данный момент нам приходилось, вот я помню один такой случай, нам приходилось находить у лесников ТДТ-55, вот такой же, как у меня стоит на базе, им тащить, плюс еще колесными тракторами и помогал нам еще трал с дороги. Ну, то есть, если его засаживаешь, то вытащить его вообще непросто. Дорого стоит такая эвакуация? Ну, нам обошлась она в бюджетные деньги, если вызывать профессиональную эвакуацию, то это там 200 плюс, наверное, если это говорить про компании, которые специализируются на этом. У нас, слава богу, пока таких случаев не было, потому что основной регион, где мы эксплуатировали эту технику, это вот Республика Татарстан на трассе М-12, Московская область, Тульская, Белгородская, это не самые болотистые регионы. Еще, кстати, многим хочу сказать, чтобы они даже не думали, не планировали приобретать, вкладываться в такую технику, если они планируют работать в Ленобласти, допустим, Мурманске, в Республике Коми или где-то у нас там за Екатеринбургом, где большое количество камней. Потому что в таких условиях можно реально в себестоимость закладывать, не знаю, там, любые деньги, и вплоть до полной там работы за бесплатно, просто, в общем, отдавать эти деньги за зубья. То есть эта техника, я думаю, что ее вообще нецелесообразно эксплуатирует в тех местах, где есть какие-то камни. А сколько стоит расход деньги на этот трактор? Ну, в целом, как и у всех, вот я имею в виду, эти те же самые зубья, они от Сеппи и от Ави ничем не отличаются. Это оригинал или не оригинал берешь? Мы сейчас на данный момент покупаем не оригинал в Китае. И по качеству они, может быть, если даже и хуже оригинала, то совсем на какие-то там... А в прошлом выпуске мы, когда были у тебя в гараже, мы снимали, значит, о зубьях. В общем, доводим технологию до ума, и это очень сложный процесс, на самом деле. Как говорил таксист из фильма, брат, по-моему, да, что ведь была страна, просрали. Думать меньше надо, соображать больше. Все, вот мы, к сожалению, да, очень много просрались сейчас. Чтобы это все восстановить, нагнать нам, нам очень тяжело. Получилось у тебя все-таки... Надо сделать еще, пока я эту затею не бросил. Мы еще продолжаем, ведем переговоры с одним заводом, для того, чтобы еще там по одной, по новой технологии сделать качественную, качественную чушку. Пока не получилось? Пока нет. Пока мы разрабатываем свою собственную форму зуба, и она у нас в процессе чертежа находится сейчас. Ясно. Ладно, отошел немножко от темы. Можешь рассказать о лебедке? Она здесь, я понимаю, гидравлическая также, да? Да, лебедка гидравлическая. Вот из недостатков, я могу сказать, что тягового усилия все-таки немного недостаточно для того, чтобы эту машину извлекать. Хоть у нее там хорошая проходимость в 800 миллиметров гусянка, но лебедка не очень хорошо тянет. У тебя гусянка стандартная стоит или болотистая? Ну, она в классе других машин, наверное, считается болотной, а вот по PrimeTech, по другим машинам, я знаю, что это самая распространенная гусянка. Ну, просто нет никакого смысла брать 600-ю или 700-ю гусянку, если она 800-я в габарите. А такие же машины есть еще PrimeTech 400. У них спиливают 2,5 сантиметра с каждой стороны и получают тоже габаритную машину. В данном случае он у тебя габаритный? Да, 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 конечно. Конечно, это одна из причин, по которой мы эту технику брали, потому что, если связываться с габаритными перевозками, то это все очень усложняет скорость вот этого передвижения. Ну, как бы нам это не нужно, мы этим довольны. А так, в целом, конечно, хотелось бы, как всегда, чтобы было помощнее, чтобы было полегче, чтобы было меньше всяких проблем по этой технике, но мы как бы свыклись с той мыслью, что она не может не ломаться. То есть, такая специфика наша работа. А по комфорту работы в кабине шумоизоляция, значит, задняя камера заднего обзора, потом печка, зимой работать, зимних устройств. Вообще, в целом, вопросов по машине нет в плане комфорта, потому что там и хороший подогреватель стоит, вопросов вот по этой части нет. Но я вот слышал, если сравнивать с конкурентами, то в РТ-400 в Ави в нем очень маленькая кабина. А здесь, несмотря на то, что 300-ка, тут очень комфортно работать, у него очень простое управление. в целом, конечно, к машине можно придираться, в плане надежности, но в целом она неспростая, самая продаваемая на рынке. Я думаю, что в России больше 100 машин такого класса. А поделись, пожалуйста, что опытом по работе. Ты работал на трассе Москва-Казань в Казани в зимний период. Да. С какими сложностями вы сталкивались именно работая на этой машине? Ну, во-первых, морозы. Да, морозы были под тридцатку и без Вебаста мы бы не смогли бы, наверное, заводиться или если бы заводились, то это было бы очень вредно для машины. Вот, здесь установлены Вебаста, на Казанке были сложности одни, очень много всяких договорных моментов и, к сожалению, вот наш, скажем, труд мульчаристов, он недооценен, потому что Росавтодора дает эти подряды компаниям, допустим, которые занимаются строительством дорог или которые занимаются лесом, а у нас, по сути, самая сложная часть работы, а деньги доходят как до последних, кто связан с лесной тематикой. Поэтому мы столкнулись с тем, что многие компании, допустим, получили 500-600 тысяч рублей за эту работу, большую часть себе забрали за лес, а на мульчеров на училищах оставили какие-то копейки и они потом в связи с этим воткнулись в нарушение сроков. и они поэтому, ну, в общем, я думаю, что какие-то выводы сделают на будущее, но в общем, нас пытались прогнуть на маленькие деньги. Мы, конечно, отработали свой участок одними из самых первых за нормальные цифры и уехали оттуда благополучно, но в целом я знаю, что нам еще очень долго оттуда звонили с трассы и предлагали выйти поработать за какие-то деньги, которые нас там вообще никак не устраивают. А бывали такие ситуации, когда за исполнение твоей работы, ну, ты работу выполнил, а за деньги приходится еще и воевать? Ну, конечно, это неотъемлемая часть бизнеса и бывают компании совсем непорядочные, с которыми приходится судиться и, ну, я этого не стесняюсь. Если у меня есть акты подписанных работ, я сужусь с компаниями и выиграю суды у них. Ну и напоследок что-то можешь какой дать совет людям, которые собираются купить бэушный трактор? Вот если люди собираются купить бэушный трактор, вот именно бэушный, я им советую, честно говоря, как бы это там скромно не звучало, позвонить сначала нам, потому что этот трактор нужно сначала проверить, померить гидропотоки, посмотреть износы, посмотреть ошибки, топливную систему, то есть, нюансов очень много может быть, потому что, я говорю так, потому что, вот, совсем недавно сервисная служба нашей компании ездила в Псков и смотрела машину, которую купили, вот, совсем недавно, там, буквально месяц назад, бэушный, бэушный, из Европы, с наработкой, там, тоже какой-то копеечный, там, типа, три тысячи моточасов, то ли из Литвы, то ли из Латвии, я не помню. Ну, мне сказали мои ребята, что это просто дрова, что там ни одного живого не стоит, что там и гидравлика имеет проблему, и двигатель, и сапунит, и ходовка изношена, и, соответственно, возникает вопрос, вообще, экономический целесообразный. Они не сматывают моточасы? Ты знаешь, я не знаю, я никогда не задавался таким вопросом. Может быть, это возможно, может быть, нет, но я думаю, что все равно на машине нужно смотреть на состояние, а не на часы, потому что, если сравнивать, допустим, ту машину, у которой мало часов, и мою машину, которую полностью перебрал, то, ну, мне хочется верить, что эта машина еще будет долго и надежно служить, а дальше, конечно, посмотрим, как она себя проявит, но состояние хорошее очень у нас. Я думаю, достаточно для данного выпуска, для тех, кто искал отзыв на данную машину. Да, но людям, которые планируют бэушную покупать, надо быть готовым к тому, чтобы у них там лежало под матрасом довольно много денег, и надо быть готовым, потому что... Миллион 4, да? Да, и надо быть готовым к тому, что ее лучше сначала привести в порядок, а уже потом эксплуатировать. А сервис у нас вообще хромает по этим машинам, в плане, если бы, допустим, ты делал не своими силами и двигатель не у официального дилера, а вот просто поискать по России тех, кто хорошо разбирается именно в данных машинах, ремонтировал. Ну да, конечно, тут из-за того, что машина очень специфичная. Я вот прям очень рад, что у меня есть такие специалисты, которые эти машины знают наверное уже больше 10 лет, и они путешествуют по стране для того, чтобы решать какие-то каверзные случаи, потому что ну простая проблема, если там сломался двигатель, я думаю, что в любом регионе есть или там можно найти сервис, который восстановит или отремонтирует этот двигатель, официально, неофициально, не важно. Но бывают иногда такие вопросы, которые без специальных знаний они вообще не решаемы, то есть это надо приезжать специалисту, смотреть, проверять и только так мы можем чем-то помочь. Если бы у меня таких специалистов не было, то я бы очень сильно задумывался о том, что стоит ли вообще эту машину покупать. Потому что дилеры есть, есть там продавцы запчастей, но таких людей, которые могли бы точно определить причину поломки их мало. И поэтому у нас география, вот в этом году наш сотрудник даже в Крым ездил. Там в Крыму еще машина какая-то появилась. То есть по обслуживанию вы оказываете услуги? Твоя компания, да? Да, ну по сути, вот если говорить про страну, я знаю двух там сильных специалистов, которые этими машинами занимаются. Это Женька Федоровича Боксара, привет ему, и вот наши спецы. А больше я ни о ком не слышал, но я думаю, что вот мы как раз там и тянем весь сервис по стране. Ребят, появится желание найти машину, подобрать, обращаемся к Максиму. Или к Женьке. Или к Женьке, да. Женя, привет. Панк, спасибо за отзыв. Насыщенно. Ну да, вроде так. Подписываемся, ребят, на канал Мучает Сперт. Делаем активность, ставим лося вверх. До новых встреч.